Всем привет! В этот раз будет телевизор от компании LG и эта моделька является, знаете, тоже опять-таки золотой серединой по цена-качеству среди 4K телевизоров, при этом это самый подобимый размер на данный момент, 55 дюймов, называется он SJ810V, то есть 55 SJ810V. И это у нас LCD-технология NanoCell, в общем-то, если вы хотите узнать подробнее, что такое NanoCell и чем он, например, отличается от OLED и от телевизоров 2016 года, по ссылке в описании можете перейти и посмотреть соответствующий ролик, где я сравниваю данные матрицы телевизоров. Ну и в обзоре OLED-телека я рассказываю вот про этот саундбар, аналогично ссылка будет в описании. Ну и ж, коль в описании спуститесь, сразу большой палец вверх, подписались на канал и идем дальше. Если рассматривать данный телевизор с точки зрения цифр и технологий, то тут полноценная 4K 3840 на 2160, 120 Гц развертка, так что с игрушками проблем не будет, проверено на PlayStation 4 Pro, чуть позже посмотрим Horizon в HDR. Ну и, конечно же, здесь есть возможность получить максимум по контрастности, потому что та же технология NanoCell действительно очень сильно продвинула телевизор вперед в плане картинки. Сейчас это фильм «Пассажиры», который запущен через кодек H.265, поддержка которого, естественно, присутствует, ну и технология HDR активирована. На самом деле, если я вернусь на домашний сервер и немножко лисну вверх, и открою вот это, без HDR, «Пассажиры», но по факту картинка будет не менее знатная, потому что смотрится все действительно очень хорошо. Яркость стала намного больше. То есть, если смотреть с практической точки зрения, я могу сказать, что этот телевизор действительно ярче, нежели его собратья 2016 года. И это хорошо. Сейчас у меня здесь софтбокс, тут софтбокс, там окно, сзади у меня тоже свет. И, в принципе, телевизор фактически не засвечивается и демонстрирует хорошую передачу цветов, контрастность и так далее. Углы обзора, если уж про углы обзора, тоже здесь хорошие. Ну, можно немножечко придраться по сравнению с теми же OLED-ами к инверсии цветов, но поверьте, под вот таким углом вы смотреть телевизор точно не будете. А 178 градусов – это достаточный момент. Ну, а 2 градуса оставляем в качестве зазора. Кроме этого, если вы хотите смотреть на нем фильмы, фильмы, конечно, смотреть можно. Если вы хотите смотреть на нем видеоигры, смотреть, играть на нем в видеоигры, совершенно не по-русски сказал, тоже можно. Однако, для того, чтобы получить максимум удовольствия от просмотра фильмов и видеоигров, ну, с видеоиграми понятно, вам нужна игровая консоль, Xbox One, PlayStation 4, здесь на ваш выбор. Вот Smart TV должно работать безупречно. И здесь он работает действительно безупречно. Я, на самом деле, сильно удивлен, в 2017 году компания LG смогла просто перезапустить, можно сказать, VBS на новом железе, потому что она стала работать невероятно быстро, и я не могу придраться даже близко ни к чему. Вот, например, я вижу 4К-ролик, мне подбрасывает YouTube-чик, и я его запускаю. Единственный, наверное, технологический такой недочет, который, в моем понимании, кроется конкретно в 810-й модели, что здесь нет поддержки Wi-Fi и IT. Однако, с практической точки зрения, разницы большой я не увидел. Ролики в 4К на YouTube грузятся без проблем. Ролики с домашнего сервера в 4К H1065 кодек грузятся без проблем, с поддержкой HDR или без ONY. А надо понимать, один такой фильм весит 40-60 гигабайт, это действительно очень много. И стриминговые сервисы вроде того же Oka и кучи других, вот у меня есть здесь кнопочка EV, аналогично, работают без проблем. И складывается впечатление, что этому телевизору особо и не нужна данная история. Да, здесь есть Bluetooth, можно подключить по беспроводу колоночки, либо гарнитурку с LG-шной гарнитуркой HBS 910 работает без нареканий, проверил на собственной. Если посмотреть на моушн-управление, пульт достаточно тривиальный, он идет такой с прошлого года фактически. Он там немножко изменился в 2017 году, но не критично. Один вот такой, и это более-менее удобно на самом деле, в плане того, что у вас универсальное решение, отдельно нет моушн-пульта, давно было пора так сделать. И в 2017 году похожая история была, и в 2017 году это все продолжили. Голова кружится на самом деле, какая здесь сочная, красивая, прикольная картинка. И из серьезных каких-то недостатков, да, на самом деле, фактически их нет. Поддержка сигнала, DVB-T2, DVB-T и кучи на самом деле других здесь поддерживается. Здесь есть история с 120 Гц, да, давайте переключимся на PlayStation 4. Посмотрим. Пока загружается Horizon, хочу отметить, что здесь два динамика по 10 Вт каждый. Звучат они вполне себе сносно и могут неплохую акустическую систему заменить. Конечно, получить супер-пупер-мега звук не получится, однако его хватит для большинства повседневных задач, вроде просмотра телевизора, либо для тех же игрушек. Ну и, конечно, повторяюсь, подключить внешние какие-то моменты возможно. Про внешнее подключение. 4 HDMI, 3 USB, один из них 3.0. То есть, в принципе, подключение жесткого диска не составит большого труда. Есть возможность подключить какую-то дополнительную периферийку, ну и можно подключить, собственно, другие устройства в вашем доме, кроме, например, TV-бокса и PlayStation или Xbox One. А возможно, подключите то и другое, и еще один HDMI останется. И это все к тому, что 4 HDMI, на самом деле, в 2017 году, я считаю, самым-самым минимумом. Но, к сожалению, не все производители считают и разделяют мое мнение точно так же. И здесь, конечно, говорить нечего. Хотелось бы, чтобы было иначе. Да, с HDR-ом картинка выглядит совершенно иначе. Да, здесь намного более интересно наблюдать за туманом, за различными цветами, вот этими переливами пламени и всем остальном. Ощущается иначе. И, наверное, HDR – это та технология, которая в ближайшие годы будет двигать всю игровую индустрию. Ну и, конечно, 120 Гц – это 120 Гц. И, несмотря на то, что PlayStation 4 здесь в меньшей степени поддерживает эти самые 120 Гц, но телевизор умеет насильно активировать этот режим. И, собственно, это делается в меню. Включаешь HDR-игры, донастраиваешь, и у тебя время отклика снижается. На самом деле круто. И получаешь немножко больше удовольствия от игрового процесса. Разница действительно заметна. У меня на «Т» есть сейчас еще телевизор 2016 года. И разница на глаз очень-очень большая. То есть сказать, что я хотел бы отказаться в этом телевизоре от HDR-а, конечно, нет. И фильмы смотрятся иначе, и игрушки смотрятся иначе. И действительно хочется играть, играть и еще раз играть. В общем, вполне себе актуальная штука для геймеров. Можете, в принципе, и ПК-шечку подключить. Я вот не совсем уверен с поддержкой HDR-а в ПК-играх, но я подозреваю, что это тоже вопрос времени. И в ближайшем будущем такая поддержка точно появится. Возвращаясь к, собственно, самим возможностям телевизора. Конечно, вы наверняка мне скажете, что я слишком мало вам рассказал. Буквально пробежался по верхам. А я скажу вам, что управление PlayStation 4 с пульта телевизора здесь тоже возможно. И на самом деле это очень клевая функция. И я на самом деле, вот, ну... Я был сильно удивлен, что это работает именно таким образом. Ибо чисто теоретически это поддерживается. На практике не доводилось мне пока видеть. И на этом телевизоре это завелось самостоятельно, без моего непосредственного участия. И это действительно крайне круто. Возвращаясь к операционной системе и к настройкам. В плане настроек, конечно, у нас есть много различного, интересного и вкусного. Потому что, вот как раз то, что я вам говорил. HDR у нас. Игры с моими пользовательскими до настройками. Звук. Опять-таки, здесь можно настроить смарт-звук. В зависимости от помещения и всех остальных моментов. Это тоже работает. Ну, понятно, настройка каналов, это все очень весело. Но, на самом деле, вам, скорее всего, не нужно и не так интересно. А вот HDMI Ultra HD Deep Color, который должен, по идее, поддерживаться любым современным телевизором. Опять-таки, это не всегда так. Здесь присутствует по умолчанию. И это действительно крайне круто. Ну, и, в общем-то, все настройки в плане возможности экономии энергии и так далее. Здесь присутствуют, включая графический тест, который мне, на самом деле, тоже нравится. Это позволяет достаточно интересно посмотреть на возможности телека и отстроить его по полной программе. Ну, и, конечно, режим комфортного просмотра, где яркость, цвета и все остальное будут подстраиваться под освещение в вашей комнате. Тоже прекрасно работает и ощущается так, как должно ощущаться. Вот это вот самый главный, наверное, мой посыл, что этот телевизор настолько нативный, простой и быстрый, что мне хочется им пользоваться. То есть, я перехожу назад сюда на YouTube, и у меня, в принципе, продолжается воспроизведение видео. Вот настолько он быстрый и настолько хорошо работает в EBS у него под капотом. Если как-то резюмировать всю эту историю с телевизором, да, наверное, OLED-ы сейчас будут более превалирующей покупкой. Однако, цена у этого телевизора, хотим мы этого или не хотим, пока ниже. Именно NanoSell, на мой взгляд, сейчас достоин покупки не меньше, чем любой OLED-телек. Ибо здесь действительно очень сильно потянули картинку, она стала как сама по себе качественнее, так телевизор стал ярче, контрастность стала намного более интересная. И здесь действительно хорошо смотрится HDR, и вообще это телек, который, знаете, сам за себя говорит, you must buy, you must buy. И да, ты хочешь его купить без сомнений. 55 дюймов, клево, это отличная диагональ. По начинке 810 модель, ну, разве что могу придраться к отсутствию Wi-Fi и EC. Ну бы и бог с ним, и так, как вы видите, все прекрасно работает. При этом имея абсолютно полный набор технологических особенностей, которые важны в 2017 году. Включая очень быстрый Smart TV, которым действительно очень удобно пользоваться. Элементарно можно сделать так. Погода в Москве. И вот он у меня метеорологический прогноз. Это заняло порядка 10 секунд, не дольше, чем на любом вашем даже самом флагманском смартфоне. Реально удобно, реально хорошо работает. Wi-Fi и EC, отсутствие его, ну да, может быть минус, но не такой критичный, как кажется на первый взгляд. Все тянет, и поэтому мне особо придираться в этом плане не хочется. Игрушки смотрятся шикарно. 120 Гц, действительно крутая матрица, поддержка HDR. Этот телевизор буквально создан для видеоигр из современных консолей, вроде Xbox One X и PlayStation 4 Pro. Ну и, естественно, 4 HDMI, 3 USB, это тоже хорошо. Поддержка оптики, подключение звука, например, такого саундбара, который сейчас подключен именно по оптике. И возможность подключения внешних устройств по Bluetooth, со звуком, тоже неплохо. Во всяком случае, такое хотелось увидеть в телевизоре достаточно давно. И 810 моделька в этом году получила такую возможность продемонстрировать нам максимум технологических прелестей, при этом за весьма разумные деньги. Если у вас остались какие-то вопросы, переходите по ссылке в описании, читайте более подробно, спрашивайте меня в комментариях, пишите, как вам такой телевизор. Готовливый кэрик 4К, контента уже вот столько, сервисов вот столько, HDR-фильмов вот столько. И даже можно подключить сюда, собственно, какой-нибудь Blu-ray Player 4K HDR, который стоит меняемых денег, и смотреть на нем фильмы без каких бы то ни было нареканий. Фильмы, кстати, тоже продаются и стоят недорого. Хотя я за стриминговый сервис, вот это все в наносителях, мне кажется, должно отойти в лету и давным-давно. В общем... В общем, если вы еще в раздумьях, не думайте. Это крутая покупка на ближайшие пару-тройку лет, вам хватит за глаза этого телевизора с полным намором технологий внутри. Ну и, конечно же, большие пальцы вверх, подписываемся внизу на соответствующие кнопочки и шарим данное видео у себя в социальных сетях. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно, вот как смог, так рассказал, поделился своими впечатлениями. Это для меня намного более важная история, нежели перечисление и оно количество технологий. Я вам их перечислил. По ссылке прочитайте подробнее. А вот мои впечатления стоят намного дороже, потому что вы там за монитором, а я здесь перед этим самым телевизором. Еще раз спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok